Преподобная Феодора Кесарийская. Память двенадцатого января по новому стилю. Преподобная Феодора подвязалась в Кесарийской обители святой Анны, жила в царствоне Льва и Саврянина, и сына его Константина Капронима, и происходила из знатного и славного рода. Отец ее, по имени Феофил, имел высокое звание Патриция. Мать ее называлась Феодорою. Эта последняя, будучи в продолжении многих лет неплодною, сокрушалась и прилежно молилась Богу. Особенно же она обращалась со слезной мольбой к Пресвятой Богородице и получила дар, уподобивший ее праведной Анне, матери Богородицы. Неплодство Феодоры разрешилось. Она зачала и родила дочь. Когда дочь выросла, то мать привела ее в церковь Святой Анны, как посвященную Богу от рождения. А траковица Феодора принята была в монастырь, где и стала жить под добрым руководством Богочестивой Игумении и была научена Божественным книгам. Между тем, богобоязненная, добродетельная жизнь юной инокини нестерпима была для вселукавого беса, который видел в том свое посрамление. И вот внушил он императору Льву-иконоборцу мысль выдать замуж непорочную Агницу за одного из своих придворных чиновников. Она насильно была взята и, с мучительной скорбью отторгнутой от сестер обители, привезена в Константинополь. Здесь уже все было приготовлено для ее брака по воле царской. Уготован был и брачный чертог. Но конец этого лукового замысла был неожиданно такой. Бог, наказавший некогда египтянина, обуреваемого похотливым вожделением, Насару и низложивший силу Теридата, покушавшегося на целомудрие Репсимии, спас чудесным образом и Феодору от исквернения через насильственный брак. Во время брачного пиршества на столицу сделали нападение скифы. Жених тотчас был послан против неприятелей и в первой же схватке погиб. Между тем среди всеобщего смятения непорочная авница Христова Феодора, пользуясь представившейся свободой, незаметно для присутствующих на брачном пиру скрылась. И, взяв с собой золото, серебро, драгоценности и одежды, украшенные дорогими камнями, пошла на берег моря, села в корабль и возвратилась в свою обитель, радуясь и за все благодарила Бога. Когда же потом один из царских чиновников, узнав о скрывшейся Феодоре, прибыл в монастырь и нашел ее, уже принявшую, пострижение и одетую в рубище, то оставил ее по устроению промыслителя Бога в покое. Освободившись таким образом окончательно от своих преследователей, преподобная Феодора, подвигами воздержания, настолько изнурила свою плоть, что, видимо, были кости ее через телесные покровы. Пищу ее составлял лишь один небольшой кусок хлеба, и то только в два или три дня. Единственная одежда ее была из грубой шерсти. Постель ее была наслана острыми камнями, прикрытыми суровым рубищем. Так она соблюдала бдение и во время невольного, тяжелого сна, а часто она проводила и целые ночи без сна. Недовольствуясь этими подвигами, она обложила тело свое железными берегами и настолько изнурила все суставы и телесные члены, что от костей ее исходил смрадный запах. И так, в продолжении многих лет, процветая всякими добродетелями, перешла она в нестареющуюся и блаженную жизнь. Преподобная Феодора Кесарийская, моли Бога о нас!